Итак, настоящий голливудский сценарий подарил нам последний день регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги. Тюменский Рубин выяснял, какое место займет и на кого попадет в первом раунде плей-офф. В итоге, обыграв в гостях омские крылья со счетом 3-0, команда Дениса Ичменева поднялась на третью строчку таблицы ВХЛ. Забросили Вадим Хлопотов, Георгий Бусаров и Алексей Митрофанов. На ноль отыграл Алексей Щетилин, ставший лучшим вратарем регулярки по основным статистическим показателям. Голевым пасом отметился Георгий Бердюков, что позволило ему выиграть спор защитников бомбардиров лиги с 31 баллом. А плей-офф Рубин начнет битвой с Курганским за Уральем, тем самым, который тренирует Михаил Звягин. Наставник три предыдущих сезона, возглавлявший как раз Тюменский клуб, под руководством которого Ичменев играл и был капитаном команды еще в прошлом году. Крайне принципиальное противостояние до четырех побед начнется в Тюмени 21 и 22 февраля. Начало обеих встреч в 19 часов. В областном центре стартовало юношеское первенство России по снокеру среди спортсменов до 22 лет. Именно на этом турнире будут отобраны лучшие игроки в сборную страны для участия в первенствах Европы и мира. У нас очень много видов. У нас в бильярде три основных вида. Это американский пул, который в Тюмени вообще не развивается, пирамида русская и снукер. Ну вот снукер у нас в России, мы как бы ходим в тройку лидеров. Я тренируюсь три раза в неделю по три часа и по воскресеньям я прихожу сюда на весь день. И также общая физическая подготовка, спортзал, кардио-тренировки также важны для поддержания формы. В прошлом году я выиграл два из трех золотых медалей. В этом году хочу занять все три золотые медали. Завершится оперенство России 21 февраля. И это вся информация о спорте на сегодня. Приятных вам выходных. До свидания.